Классическая схема опыта для наблюдения дифракции на круглом отверстии. Точечный источник света. У нас используется лазер, он дает монохроматическое излучение. Длина волны излучения λ, расстояние от источника до экрана с круглым отверстием А, радиус отверстия R, расстояние между двумя экранами, тот, который имеет круглое отверстие, тот, на котором наблюдается дифракционная картина, это белый экран в правой части, B. То, что будет наблюдаться, определяется числом открытых зон Френеля. Число открытых зон Френеля M определяется радиусом отверстия, длиной волны излучения, расстоянием от экрана с отверстием до источника и до того экрана, на котором наблюдается дифракционная картина. Если M много больше единицы, то это геометрическая оптика. Если M порядка единицы, то дифракция Френеля. Наконец, когда M становится много меньше единицы, мы попадаем в область дифракции Фрунгофера. Но, может быть, стоит сказать, что означает M число открытых зон Френеля много меньше единицы. Это означает следующую простую вещь. Открыта малая часть первой зоны Френеля. Вот если открыта первая зона или меньше, то это дифракция Фрунгофера. Для того, чтобы сделать луч лазера видимым, я напущу немножко дыма. Вот эта линза делает пучок расходящимся. Здесь ставится препятствие, на котором мы будем наблюдать дифракционную картину. Эта оптика обеспечивает резкое изображение на белом экране, что справа для вас. Луч красный. Длина волны 0,63 микрометра. Ну а теперь для лучшей видимости давайте погасим свет. Сейчас на пути волны стоит непрозрачный экран с круглым отверстием. Это так называемая ирисовая диафрагма, широко используемая практически в любой фотографической и кинооптике. Радиус отверстия максимально возможный. Условия таковы, что наблюдается картинка, соответствующая законам геометрической оптики. Практически равномерно освещенный круг, резкая граница света и тени. Для того, чтобы перейти к условиям френелевской дифракции, давайте уменьшим радиус отверстия. При этом будет уменьшаться число открытых зон френеля. Уменьшаю радиус отверстия. Обратите внимание, на периферии появилось темное кольцо. Первый, ближайший к максимуму, минимум. Протуберанцы на внешней границе отношения к дифракции на круглом отверстии не имеют. Ещё уменьшаю радиус отверстия. Следите за серединкой картины. Вот сейчас в серединке светлое пятно с маленькой тёмной точкой посерёдке, если не ошибаюсь. Уменьшаю ещё. Вот сейчас тёмная точка в самой середине картины. Светлая точка. Тёмная точка. Вот так чуть-чуть поправить. Вот светлая. А вот тёмная точка. Чередование минимумов и максимумов в центре дифракционной картины – это специфическая черта дифракции френеля. Наконец, при дальнейшем уменьшении радиуса отверстия в центре яркая светлая точка. Больше я не могу уменьшить отверстия, исчерпанные возможности ирисовой диафрагмы. Мы на границе с теми условиями, при которых наблюдается дифракция фронт-гофера.